Привет! Меня зовут Полина Шлопакова, и мы продолжаем наше путешествие по галактике мозга. В прошлый раз мы отмечали преобладающую роль зрительных ощущений в человеческом восприятии. Каждый день мы говорим друг другу «увидимся», «до свидания», «приятных сновидений», доказывая тем самым социокультурную и эмоциональную значимость зрения. Наши глаза, по сути, это бокалы на длинных узких ножках, отпочковавшиеся от мозга и вооруженной оптической системой из линз. Дно этих бокалов выслана сетчаткой, десятислойным образованием из сотен миллионов нервных клеток и фоточувствительных рецепторов. Наша сетчатка обладает уникальной фоточувствительностью. В вакууме она способна различать свечу на расстоянии более 25 километров. А еще это единственный внемозговой центр первичной обработки информации. Все другие чувства начинают обрабатываться преимущественно только в мозге. Помимо пары таких вот классных глаз, у нас сохранился рудимент третьего глаза. Да-да, это не миф. Третий глаз действительно существует. У ниши хордовых он фиксировал общий уровень освещения через перепонку или отверстие в черепе. А у нас он превратился в эпифиз, внутримозговую железу, регулирующую биоритмы. Но давайте вернемся к сетчатке. В ней содержатся фоторецепторы, улавливающие фотоны с помощью пигментов. Интересно, что эти пигменты откладываются в области клеточного жгутика, формируя складки и стопки. 125 миллионов рецепторов – это палочки, фиксирующие черно-белые контуры и общую освещенность. 7 миллионов рецепторов представлено колбочками, ответственными за цветное зрение. Сигнал от этих рецепторов, проходя через все слои сетчатки, смешивается, дублируется и в итоге передается на последний слой ганглиозных клеток. Одни из них активируются по принципу бублика, то есть на обрабатываемом ими участке сетчатки свет должен располагаться по периферии. Другие, наоборот, реагируют на центральное пятно света, окруженное темнотой. Это означает, что нейроны реагируют не на свет, а на сочетание света и тени. Такой же принцип противоположности действует и для обработки цветности. Нервная система разбивает картинку не на три базовых цвета RGB, как это делает компьютер, а на четыре. При этом одни ганглиозные клетки реагируют на контраст красного и зеленого, а другие на контраст синего и желтого цветов. Установить ход зрительных сигналов по выходе сетчатки удалось благодаря множественным случаям инсультов с утраты зрения на половину, на четверть или на целый глаз. Оказалось, что левая и правая половины полей зрения от обоих глаз идут раздельно и обрабатываются в разных полушариях мозга. На пути к затылочной коре больших полушарий зрительная информация перекрещивается, а еще дублируется для подкорковых зрительных анализаторов, которые, подобно фотографам, настраивают фокус, диафрагму и направление глазных яблок. О том, как же происходит мозговая обработка изображений, полученных на сетчатке, ученые, как это часто бывает, узнали по воле случая. Еще во времена русско-японской войны японские врачи стали замечать, что огнестрельные ранения русскими пулями в области затылочных долей приводили к выпадению маленьких осколков поля зрения. При этом оказалось, что поле зрения сетчатки накладывается на затылочные доли мозга в том же порядке, но в измененных пропорциях. На 1% по площади кусочек сетчатки в области центральной ямки, то есть зоны наибольшей остроты зрения, в мозге отведена территория в 35 раз больше, чем территория под такой же кусочек сетчатки по периферии. По подсчету японских офтальмологов, это более 250 миллионов нейронов зрительной доли, то есть 10% от общего числа зрительных нейронов мозга. Полвека спустя двое ученых Юбл и Визл проводили эксперименты с кошкой, смотрящей на проецирующиеся на простыню картинки. Они подключили электроды, закрепленные в отдельных нейронах зрительной коры, к звуковому датчику. Предполагалось, что картинка, состоящая из набора пятнышек, будет активировать зрительные нейроны и заставлять тем самым датчик издавать звуки. Но при всем многообразии картинок датчик молчал, пока глубокой ночью утомившиеся ученые не вставили криво слайд в проектор. Касая тень от слайда, спроецированная на простыне, вызвала залп сигналов в датчике. Тем самым было доказано, что нейроны в затылочной доле анализируют не пятна, а линии. Каким же образом мозг анализирует многоцветную картинку с извилистыми контурами, спроецированную на маленький участок сетчатки? Во-первых, контур предмета обрабатывается отдельно от его цветности. При этом контур разбивается на линии разного направления. А для каждой линии под своим углом наклона отведена соответствующая колонка, то есть элементарная нейросеть, имеющая вертикальную организацию. От колонки к колонке угол наклона анализируемой линии меняется на несколько градусов. Во-вторых, Юбл и Визл обнаружили в затылочной коре колонки, реагирующие на движение предметов по разным направлениям. Интересно, что их оказалось больше колонок анализа линий, то есть для мозга движения это один из самых важных признаков предмета. Наконец, в пределах каждой колонки имеются отдельные слои для независимой обработки тех самых цветных и контрастных данных, полученных еще от гонглиозных клеток сетчатки. Почему же люди не видят две картинки, полученные от разных глаз? Наложение двух полей зрения происходит благодаря связи между затылочными долями двух полушарий. При этом в каждой зрительной доле имеются глазодоминантные колонки как для левого, так и для правого глаз. Они чередуются друг с другом в пределах доли, формируя узор, похожий на отпечаток пальцев. Для каждого человека он уникален. А еще благодаря наложению двух полей зрения люди способны воспринимать трехмерность пространства. Итак, анализ контура, цветности и контраста составляет наше первое представление о предмете. После этого информация направляется во вторичные зоны обработки. В височной доле имеются колонки нейронов, занимающиеся сравнением увиденного предмета с тем, что было увидено раньше и названо по имени. Так как эффект узнавания предмета сопряжен с запуском эмоциональной реакции на предмет, эти нейроны были названы бабушкиными. Неудивительно, что наибольшее количество бабушкиных нейронов ответственно за узнавание человеческих лиц. Под это в мозге даже выделена целая веретиновидная извилина. Интересно, что большая часть извилины отведена под узнавание лиц той расы, в которой человек вырос. Поэтому нам трудно отличить друг от друга монголоидные лица в той же степени, в какой нашим восточным соседям все европеоидные лица кажутся похожими. Если в височной доле рождается осознание того, что за предмет мы видим, то в теменной доле анализируется информация о том, где находится предмет, куда и с какой скоростью он движется. Если один из потоков информации нарушается в результате инфекции или травмы, то человек может перестать отличать красные помидоры от оранжевых апельсинов, или начать вешать таблички с именами на своих близких, потому что все лица будут казаться ему одинаковыми. Во врабщебной практике даже встречались случаи, когда человек утрачивал чувство движения, и вся жизнь казалась ему набором из сменяющих друг друга картинок. Каким же образом обработанная в мозге информация от органов чувств вызывает нас эмоциональный отлик? Об этом в следующей серии нашего путешествия по галактике мозга.